Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я рад всех вас приветствовать именем Иисуса Христа. Дорогие телезрители, дорогие братья и сестры, уже три программы я имел на межконфессиональном христианском телевидении, которые транслируются в интернете, и это были программы, посвященные реформации православной церкви и всего мирового христианства. Так и назывался цикл этих программ, начавшихся реформация православной церкви и всего христианства, вчера, сегодня, завтра. И, дорогие друзья, я намереваюсь продолжить цикл этих программ. Спасибо за поддержку, моральную, материальную поддержку. Спасибо тем, кто подключался на телевидении межконфессиональном, на мои трансляции. Я также скажу, возлюбленные, что все эти программы, все три программы предыдущие, они записаны на видеокамеру и уже выставлены здесь на ютубе. В социальных сетях представлены, поэтому вы можете их просмотреть. Поэтому те из вас, дорогие друзья, что не имели возможности подключиться в интернете, вы можете в записи это просмотреть. Тем более, что это будет, наверное, удобнее, просмотр, я имею в виду, будет удобен более для большинства из вас, потому что, к сожалению, скорость интернета здесь не позволяет пока нормальную трансляцию сделать. И технически тоже обусловлено очень много, потому что качество нужно, другую необходимо иметь веб-камеру, более качественную, более профессиональную, хороший микрофон нужен. И я прошу ваших молитв, также поддержите в молитве эти трансляции. Это очень важное служение. Очень много противников сегодня. И очень много тех, кто противостоит этой системе. Дьявол возмущает весь ад фактически сегодня против реформации Православной Церкви. Обновленческое движение сегодня возрождающееся встречает очень много препятствий всевозможных. И многие священнослужители, православные, католические, протестантские, звонили мне, писали мне, говорили о том, что, на самом деле, тема-то важная и очень насущная. Но, на самом деле, мало информации о реформаторском движении и очень мало еще пока информации о истории реформации, как Православной Церкви, так и в целом христианства. Но если даже наш обыватель более как бы осведомлен о реформации вообще как таковой в Европе Западной, допустим, в Западной Европе, но об истории реформации на Востоке, об истории реформации в Православии, к сожалению, очень мало информации, очень мало кто знает, что. И надо пробел этот восполнить. Необходимо записать, необходимо много новых этих лекций, семинаров. И прошу также ваших молитв об этом, дорогие друзья. И обращаюсь сейчас я к православным христианам, к христианам других динаминаций, конфессий, юрисдикций, католикам, протестантам. Всем нам все необходима эта реформа, обновление. И, как говорил святитель Киприан Карфагенский еще в далеком третьем столетии, Экклезия Семпер Реформанда. Церковь всегда реформируется, церковь непрестанно обновляется. Реформация – это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому старому, возвращение к основанию. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, начинается в эти дни моя поездка по Украине, по югу Украины. 21 числа марта я проповедую в городе Туле и сразу же отправляюсь в Крым. И это город Армянск. После Армянска я буду в Одессе проповедовать. 25 марта, воскресенье, в Одесской народной церкви. И потом также на базе Одесской народной церкви с 26 марта начинаю семинар по истории христианства. И после того уже огромный большой семинар начнется в городе Николаеве с 1 по 15 апреля до самого времени празднования по правоославному календарю Пасхи. Я буду продолжать семинар, большой двухнедельный семинар по истории христианства. И приглашаю всех вас, дорогие друзья, те из вас, что проживают в городе Николаеве или будут находиться в эти дни в Николаеве. Я просто приглашаю вас, лично приглашаю на эти семинары. Информация вся на сайте есть и будет дальше распространяться также в социальных сетях и здесь на Ютубе. Дам еще дополнительную информацию об этом семинаре. Записи этого семинара, я думаю, постараемся выставить также и на Ютубе, в социальных сетях. Для того, чтобы те из вас, что не могут быть в Николаеве, могли бы через записи быть в курсе всех этих событий. И этот семинар будет очень важным семинаром, потому что планируют быть не только семинаристы и христиане города Николаева, но также из других регионов Украины и не только Украины, но и из-за рубежа. И, конечно, будут наши священнослужители. И к Пасхе будет рукоположение нескольких новых священников Украинской Реформаторской Православной Церкви. Я буду проводить это в городе Николаеве. И прошу ваших молитв об этом. Дорогие друзья, пусть Бог благоставит вас, возлюбленные во Христе, братья и сестры. И, конечно, я уже говорил в самом начале, что препятствий много, разного характера. И даже было такое сновидение мне не так давно. Я видел множество монахов, которые колдовали против меня лично, против реформаторского православного движения. Это, конечно, скажете, всего лишь сон. Но это не просто сон. Я думаю, что это некое предупреждение. Потому как мы, православные обновленцы, 21-го столетия вторгаемся в очень такие серьезные духовные сферы. Реформация, наверное, одной из самых нереформированных пока еще церквей, именно православной церкви, это большая глыба. Большая глыба проблем. И, конечно же, Бог да поможет нам в этом деле реформации. Сам лично я испытал уже не раз именно оккультизм, религиозный удар, религиозный оккультизм по самому себе, по семье. И, конечно, самый такой запоминаемый эпизод был у меня в Киеве в этом отношении. Потому что монахи Печерской лавры киевской колдовали против меня лично. И один из этих монахов, он покаялся в этом, он имел общение со мной личное и покаялся в этом, и отрекся от этого. И рассказал мне о том, что он участвовал, был свидетелем и участвовал в таком религиозном оккультном обряде. И, чего греха таить, думаю, многие из вас это понимают. И многие из вас, дорогие друзья, может быть, сталкивались с разным, с разного рода религиозным оккультизмом. И, наверное, это одна из самых главных таких проблем, такое целое проблемище целое для правоославной церкви. Конечно, тема религиозного оккультизма актуальна для многих христианских церквей, динаминаций. Этого добра, как говорится, хватает и в протестантизме, и в католицизме. Но, наверное, все-таки в православии у нас эта проблема гораздо больше, чем могут себе представить протестанты или даже те же католики. Хотя, в принципе, католическая церковь очень близка и родственна православию. И мы-то, православные мы-то отпали от католицизма еще в 11-м столетии, как бы, или они от нас. Там спор такой, в общем-то, лучше не влазить в этот спор. Богословы и историки до сих пор спорят, кто же от кого откололся. Но, скажу так, неважно. Одним словом, в 11-м столетии мы разошлись, вот так, как в море корабли. И только лишь в 20-м веке, после Второй мировой войны, вот эти раны стали зализывать, будем так говорить, залечивать. Но проблема, поэтому, с религиозным оккультизмом, что в католицизме, что в православии, в принципе, они более или менее одинаковые. Хотя, на мой взгляд, все-таки, православие представляет собой более мистическую, духовную часть, именно, традиционного христианства в целом. И, на мой взгляд, все-таки, оккультная проблема для православия более даже характерна, чем для католицизма. Почему я так считаю? Потому что, все-таки, католическая церковь, она, в отличие от нас, православных церквей, представителей, начала реформацию, как бы, начала перемены, определенные после Второй мировой войны в 60-е годы на Втором Ватиканском соборе, когда начались первые такие, ну, серьезные какие-то шаги в отношении именно реформ внутри церкви. Это очень отрадно. К сожалению, католические реформы зашли еще, сегодня мы видим, в тупик, как бы, но какие-то шаги были сделаны. Слава Богу. Покаяние в антисметизме, покаяние в многих неправильных этих вещах, в преследовании накомыслящих. У нас этого еще не было, к сожалению, я имею в виду покаяние. Преследование накомыслящих у нас было, хоть отбавляй, и сжигали мы не меньше наших западноевропейских коллег. Как церковь православная мы по локоть в крови также, но и наши руки запятаны еврейской кровью и кровью христиан евангельских верующих, евангельским мыслящих и накомыслящих кровью. Но до покаяния еще очень далеко нам, потому что большинство иерархов молчит, и кроме вот такого голоса вот нашей церкви, украинской реформаторской православной церкви, мы не слышим голосов других православных юрисдикций, хотя, как говорится, им сам Бог велел, потому что московский патриархат, киевский патриархат, автокефальная украинская церковь, это огромнейшая юрисдикция, не чета нашей юрисдикции, это огромнейшие такие титаны православия. Здесь, на постсоветском пространстве, в странах бывшего безбожного Советского Союза, наверное, именно московский патриархат, патриарх Кирилл лично непосредственно, большей частью ответственны за этот процесс покаяния. Но мы, хотя маленькая юрисдикция, но архиепископия киевская наша, как бы подчин такой делала уже неоднократно, да и с самого начала нашей церкви, возрождение обновленчества в 2000 году в Киеве, в общем-то, с этого начиналось, с процессов покаяния, обновления. Ну так вот, друзья мои, господа, братья и сестры, дорогие телезрители, вот именно проблема оккультная, она в православии очень и очень, конечно же, такая острая. Конечно, в основном, что касается оккультизма у нас в православии, это, в основном, связано все, что с культом мертвых. Это молитва за упокой, не имеющая никакого обоснования абсолютно библейского и здравом смысле. Друзья мои, это совершенно оккультная традиция, ну и много чего другого связанного именно как раз с культом мертвых. Но также, кроме всего прочего, кроме этих мерзостей, молитвы за упокой и за упокойных обрядов всевозможных, есть еще и такая традиция, она такая неофициальная, но она существовала с незапамятных времен в православии, с самого начала рождения, формирования православия, с 4-го столетия, 5-го, 6-го столетия и дальше. И до наших дней дошла эта проблема, это отпевание заживо человека, чтобы он побыстрее сдох, чтобы он побыстрее умер. Молятся многие иерархи, того же Афанасия Александрийского можно вспомнить, его молитва, чтобы побыстрее сдох этот еретикарий. Я как бы не на стороне арии, безусловно, но я считаю, это не наши методы. Так вот, и по отношению ко мне тоже был религиозный оккультизм, молились за меня монахи, Киево-Печерская лабора, как говорил выше уже, чтобы я умер побыстрее. И я действительно чуть не умер, лишь имя Иисуса меня спасло, я просто провозглашал Иисус, Иисус, Иисус. Дыхание возвращалось постепенно в мое тело, жизнь, она осталась моя, и я Бога благодарил за все это. А потом, через несколько месяцев, узналась правда вся. Оказывается, когда покаялся один из этих монахов, тот, кто участвовал в этом оккультном обряде, он признался во всем этом и отрекся, и слава Богу, что он это сделал. Кстати, он заметил, что именно после вот этого обряда оккультизма по отношению ко мне, который был сделан именно в его жизни все шиворот-навыворот пошло, говорит, наперекосяк, и он напрямую связывал это как раз вот с этой демонической традицией. Но даже тогда, когда это все совершалось, я и некоторые другие братья, мы не одобряли подобной практике, потому что наканун была твоя фотография поставлена, все за упокой было совершаемо, говорит, свечка за упокой, все зажигалось, потом с могилы землей посыпалась твоя фотография, потом плевали в свою фотографию, кололи ее иглами, и я понимал, что это перебор какой-то, это ненормально. Но знаете, самое интересное, именно как выяснилось потом из разговора, именно в момент вот этих вот пасов оккультных, именно как раз мне было очень плохо, я чуть не умер. Но слава Богу, Бог защитил, и сегодня Господь защитит православное обновленческое движение, и прошу ваших молитв и благоставений всем вам во имя Иисуса Христа. Благоставляем противников наших, благоставляем врагов всех наших, и тем более благоставляем всех наших друзей. И братьев, сестер с разных деноминаций церквей во имя Иисуса Христа. Мир Божий всем вам. Шалом, слава Иисусу Христу.